На Псалом 146 Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостная хвала, подобающая... Выше в 144-м Псалме пророк говорил, велик Господь и достохвален, и много беседовал о славе Его, а здесь показывает, что и самое словословие есть благо, и самое псалмопение бывает источником бесчисленных благ. Оно отрешает ум от земли, окрыляет душу, облегчает и возвышает нас. Поэтому и Павел говорит, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, Богу нашему, говорит, петь сладостно, хвала подобающая. Что значит хвала подобающая? Да будет, говорит, благоприятно. Для того, чтобы хвала была приятна Богу, недостаточно только петь, а нужны и добрая жизнь, и молитва, и внимание поющего. Мне кажется, что этот Солом относится к возвращению из плена Вавилонского, как видно из дальнейших слов. Псалмопевец продолжает, Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля, хотя отпустил их Кир, но все совершилось не по его рассуждению, а по мановению Божию. Почему же пророк говорит так? Потому что они не все вдруг возвратились, но собирались после отпуска мало-помалу. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Так как он не мог с верзновением указать на жизнь свою, то опять указывает на несчастье и на свойственное Богу действие. Богу свойственно утешать угнетенных. Это, собственно, его дело. Как Павел говорит, воскрешает мертвых, называет несуществующие существующим, Римлян 4.7, указывая на дело, собственно, принадлежащее Богу. Так и пророк здесь говорит, исцеляет сокрушенных сердцем, выражая, что хотя бы мы были недостоины, но так как мы его творение, то он не оставит своего создания, не отступит от свойственного ему дела. Так и Павел говорит, на утешение смиренным утешит нас и другой. Молодушным дает долготерпение. И этот самый пророк в другом месте говорит, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Итак, когда ты захочешь получить утешение, то смири себя, придай сокрушению душу свою. Это сказано о благоволении Божьем, о благости, человеколюбии его, о том, что его дело утешать находящихся в несчастьях. А дальше говорит о могуществе его. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. То есть знающий. Так как здесь шла речь о народе рассеянном и нигде не видном, то пророк справедливо привел этот пример. Выражает, что Бог может собрать и рассеянных. Он обыкновенно ободряет и утешает сокрушенных, и бесчисленное множество звезд знает в точности. Следовательно, и нас, которых он обещал умножить, подобно звездам, соберет в точности. Я думаю, что это сказано об израильтянах. Пророк говорит то же, что после говорил Исаии. Не бойся, Израиль. От концов земли призвал тебя и сказал тебе, ты раб мой. Что же значит? Называет их по именам. Никто из них говорит не погибнет. Так как называющие по именам, так и он соберет всех в точности. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Так как он сказал о величайшем деле, о том, что Бог изберет столько тысяч людей, рассеянных по всей вселенной, то говорит теперь о могуществе его, располагая самых колеблющихся зиудеев к вере, и разума его нет числа. Поэтому не следуй, как, каким способом величие его беспредельно. Потому он и сказал, величию его нет конца. Как беспредельно его величие, так и беспредельно и мудрость. Потому сказал, велик Господь наш, он и присовокупил. И разум его неизмерим. И знание его удивительно. Почему пророк и говорит, дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть. И судьба его неисследима. Почему он и говорил, судьба твоя бездна великая. 535. Итак, если Бог велик и силен и премудр, то не следуй, как это будет. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Чтобы кто-нибудь из безумных не сказал, что нам до того, что он в точности знает звезды. Пророк излагает и попечение его о людях, являемо таким образом. И не сказал, помогает кротким Господь, но гораздо более принимает. Выразился так, как бы о любвеобильном отце. Что же значит принимает? Успокаивающий, поддерживающий, руководящий. И видишь ли совершенную силу его в том и в другом случае. И в возвышении смиренных, и в низложении гордых. Он не просто смиряет, но до крайности. Это именно и значит до земли. Пойте поочередно словословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслих. Сказав о делах его, пророк опять призывает людей к словословию. Пойте, говорит Господу. То есть благодарение с великим усердием. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву. Чтобы кто-нибудь из бесчувственных не сказал, что мне до небесного. Пророк тотчас присовокупляет и пользу для людей, показывая этим прибавлением и то, для чего Богу покрывает небо облаками. И для тебя, говорит, для того, чтобы приготовить тебе дождь. И для тебя, чтобы он произвел траву. Посмотри на мудрость пророка. Он говорит о благах всеобщих, которые Бог даровал всем. И таким образом заграждает уста безумным с особенной силой. В самом деле, если Бог так щедр для неверных, что и собирает облака, и низводит дождь, и оживляет земли, то тем более сделает добро вам, которое называетесь собственным его народом. Произращает траву на горах, покрывает небо облаками, и приготовляет для земли дождь. Смотри, как он щедродательно говорит о промышлении. Не только на возделанной земле, но и на горах. Он предлагает обильную свою трапезу, приготовляет пищу для скотов, которые сотворены на служение людям. Потому пророк и продолжает, дает скоту пищу его и птенцам, ворона, взывающим к нему. Здесь он указывает на другой вид попечения Божия. На то, что Бог дает пищу не только скотам, служащим человеку, но и другим бессловесным животным. И птенцам, говорит, ворона, взывающим к нему. Если же он так пищется о бессловесных животных, и притом диких и не служащих людям, то гораздо более промышляет о людях. Особенно о тех людях, которые прославляют его песнопениями, которых он назвал даже собственным своим народом и наследием. Далее, так как они были слабы, не имели оружия и нуждались во всем, то чтобы они не смущались этим. Смотри, как он исправляет такой недостаток. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь боящимся его, куповающим на милость его. Если, говорит, вы будете иметь страх и совершенную надежду на него, то приобретете его благоволение. А приобретшие его благоволение будете могущественнее всех, кто имеет коней и оружие. Нужно только одно – не унывать и не смущаться, но ожидать его милости. Потому что в том и состоит надежда, чтобы не отчаиваться и не падать духом, не тотчас получая ожидаемое. И хорошо сказал он на милость его, потому что они не имели дерзновения по делам своим. Хотя, говорит, ваши дела изменяют вам, но надейтесь на его милость, и вы удостоитесь его попечения и помощи, которых расподобимся всем и благодатью человека. Любим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.